Мы сегодня с вами будем очень плотно заниматься оставшимися убеждениями и я хочу сегодня сделать такую достаточно интенсивную программу. Во-первых, нам надо обсудить оставшиеся пять убеждений. В прошлый раз мы с вами разобрали должествование оценочное суждение, сегодня мы на них будем делать акцент и на каждом из убеждений хочется сделать практический акцент, чтобы вы научились видеть ваши убеждения непосредственно в каждодневной структуре вашего мышления. Чтобы справиться с эмоциональными расстройствами, чтобы справиться и выучить основы когнитивной терапии, вам потребуется знать врага в лицо. Ваши враги – это семь искажений и специфическое мышление. Вот, собственно говоря, об этом мы с вами будем говорить и всю дорогу по большому-то счёту и говорим. Надеюсь, что вы с прошлого четверга, пятница, суббота, воскресенье, отчасти ещё понедельник, смогли увидеть, как выглядит должествование в жизни. Да, в жизни вы их не слышите, в жизни вы их особо сильно не думаете, но если вы занимались домашним заданием, если вы видели ситуации, которые у вас в жизни возникают, и вы задавали вопрос, а где это должествование и оценочное суждение, вы наверняка увидели, я не должна, он не должен или он должен, и это ужасно, он такой-то, он сикой-то, я не должна, иначе я такая-то, он должен, иначе он. Вот все эти автоматизмы и задают тон вашей будущей эмоциональной обреакции. Даже вот так бы. Ребят, понимаете, о чём я, да? То есть, мы, я не являюсь гуру, который говорит вам о том, как правильно думать, а как неправильно думать. Я лишь человек, который заставит тебя задуматься о том, как ты поняла ситуацию. Понимаете, о чём я? Или не очень? Ну, например, если ты пришла ко мне и говоришь, у меня депрессия, депрессия, потому что меня бросил парень, и я считаю, что я больше не найду никого лучше. Понимаете, да? Что я не буду говорить, что ты тупая. Я буду говорить о том, что ты понимаешь ситуацию, где тебя бросил парень, каким образом? Ты понимаешь эту ситуацию как-то повреждающую. Повреждающую, как-то предвзято, предвзято, как-то наивно, немножечко узко. Ты понимаешь её как тревожно, ты понимаешь эту ситуацию как безвыходность. Понимаете, да, о чём я говорю? Или не очень? Вот ты так понимаешь ситуацию, когда тебе херово. И я не буду говорить о том, что это неправильно. Я просто скажу, ну смотри, ты вот понимаешь, что я не найду больше никакого парня, у меня больше никого не будет, а он единственный, кто меня любил. Если ты так уверена, то твой мозг как реагирует? Пиши вместе со мной. Если вы уверены в том, что думаете, вы так себя и чувствуете. Вот, кстати, давайте это даже пост делаем в Инстаграме. Чувствуете. Прямо вот вы пишите сейчас это, а я себе это запишу, надо пост в Инстаграме будет этот написать. Потому что это реально очень важно. Если вы уверены в том, что вы думаете, вы так себя и чувствуете. Поняли секрет? Если у меня кардиофоб, сука, уверен, что у него проблемы с сердцем, как он себя чувствует? Нет никакого предчувствия, что вы себе придумали. Если вы уверены, если кардиофоб, вот если чувак уверен, что у него проблемы с сердцем, потому что у него есть, как ему кажется, доводы. У него есть перебои, тахикардия, да? Давайте смотрите, как это. Вот стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, сейчас мысль пока не ушла. Пишем вторая часть, быстренько вместе со мной. А как мы себя уверяем? Это прямо сейчас бомба будет для невротиков. Давайте тоже для Инстаграма. А как мы себя уверяем? Я повторю. Если вы уверены в том, что вы думаете, вы так себя и чувствуете. Следите за моей мыслью, пожалуйста. Второе. А как мы себя уверяем в первом? Третье. Мы находим косвенные предположения. Мы находим ошибочные выводы. Мы находим псевдо-доказательства. И мы находим... А вдруг... Так мы создаём иллюзию знания. Вот и всё. Сейчас я это себе запишу, только... Мы находим... Псевдо-доказательства. Как кардиофоб? Давайте возьмём кардиофоба. Ещё раз. Поехали. Если вы уверены в том, что вы думаете, вы так себя и чувствуете. У кардиофоба есть тахикардия и вегетативное напряжение. Он уверяет себя в том, что это болезнь сердца. Потому что он использует ошибочные выводы, основанные на гипотезах, а не на фактах. Он основывается на том, что кто-то где-то написал, кто-то где-то что-то сказал. На своём самочувствии. Но он напрочь исключает обследование. Он напрочь исключает многие вещи. Потому что он уже себя убедил в том, что у него с сердцем какая-то проблема. Используя те псевдо-выводы, на основании которых он себя убедил. А поскольку он уверил себя в этом, он так себя и чувствует. Теперь всем понятно или ещё раз повторить? Почему невротикам так плохо? Потому что вы сами себя убедили, используя лженаучные данные. Используя какие-то интернет-ресурсы. Вы сами себя лже убедили, обосновали себе это, как вам кажется. Знаете, какое типичное обоснование? Пульс 100. А как мозг может вам не верить? Мозг вообще не умеет возможности верить или не верить. Вы ему так объяснили. Вы объяснили мозгу, что пульс 100 – это пиздец. Мозг говорит, ну да, наверное. Вы что думаете, у вас мозг – это энциклопедия, что ли? Вы так думаете? Мозг – это не энциклопедия, это обычный орган. Поэтому, когда вы себе говорите, пульс 100 – это жопа, перебой, и вы уверены в том, что с вами что-то не то, вы так себя и чувствуете. И вы не представляете, сколько потребуется усилий, чтобы вам, блядь, объяснить, что пульс 100 – это обычный пульс. Как при подъеме на лестнице, так и при тревожности. Потому что пульс сердца рассчитывается по формуле 220 минус возраст. Вы говорите, нет, пиздит. Пульс 80 – это многовато. Я говорю, на основе чего ты сделала, сука, такой вывод? Ну, я где-то слышала, что пульс 100 – это как-то не очень. Понимаете, о чем идет речь? Вы сами себя убедили, основываясь на лже каких-то данных, притянутых за уши, высосанных из пальца, потом вы все это как-то себе обосновали и сказали, пиздец, я больная. Но не тупо. А когда вам начинаешь раскладывать, вот смотри, физиология сердца такая-то, сосудов работа такая-то, вот ритм сердца такой-то, вот здесь у кого-то голова включится, он скажет, блин, да, что-то я переборщил. А кто-то скажет, нет, пиздят, пиздят, суки, где-то меня врана-да, и все, и таким ни хера не поможешь. Понимаете? Вы сами себя убедили в том, что у вас что-то не так. притянув за уши какую-то лжеконцепцию. лжеконцепцию. Может, это в Ютуб выложить, вот эту часть? Мне кажется, это полезно будет. Ну, это пиздец просто, ну, реально. Вот так вы себя убеждаете. Это вот ипохондрия. Потому что вы сами притянули за уши псевдодоказательства. И подойдите к зеркалу, и задумайтесь о том, кто эти псевдодоказательства вам придумал. Вот. Я убедила, что дыхание может сбиться. Прекрасное убеждение. Ну, и на хера вы это сделали? Понимаете? Вы сами себе... У меня есть девочка, которая говорит, я себе придумала, что я могу не проснуться. Третий год, сука, она ебет себе этим мозг. Дериал – это уже последствия того, как вы себе напридумывали кучу проблем. Только я не хочу оперировать такой вещи, напридумывали кучу проблем, это слишком примитивно. Там более сложная история. Ну что, поняли, что я пытаюсь до вас донести, что это ваша ответственность? А вот теперь смотрите, что переубедить. Вот Катя правильно задает вопрос. Пишем дальше. Первое. Начать. Пишем большими буквами, ребят, со мной, ладно? Опровергать самого себя. Вот, блядь, чему я пытаюсь вам всем объяснить. Вы должны постоянно подвергать сомнению свое псевдо мышление. Ну, например, вот сейчас у ребят сессия, там, ЕГЭ, там, или и так далее. И вот вы тревожитесь, потому что у вас завтра экзамен. Но вы подумайте, как вы это делаете, опираясь на реальные факты. Совершенно верно. Опираясь не на домыслы, а на факты, на статистику, на реальные вещи, а не на вдруг. Сейчас я об этом побольше скажу. Если у вас завтра экзамен, и вы себя тревожите, задайте вопросом, как? Как я себя тревожу? А вдруг я завалю? А вдруг я не сдам? А вдруг не смогу? А вдруг это? Вот и все. Ну вот видите, кто-то считает, что он сам... Вот я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Подождите, давайте это тоже зафиксируем. Это очень важно. Вы сами себя убедили. И только вы сможете себя разубедить. Поняли, почему панические атаки лечатся очень просто. Вы сами себя убедили, что паническая атака опасна. Вы сами себя убедили, что самолет это опасно. Вы сами себе придумали, что с вами случится от панических атак. Вы сами себе придумали, что с вами случится на улице. Блять, ни с одним невротиком этого не случилось. У меня дерьмо польется из жопы. Я обоссусь. Я потеряю сознание. Я посадусь с ума. пена, блядь, будет брызгать у меня из-за этого. Вы такого себе напридумали, что вы сами охерели, мне кажется, от того, что вы себе придумали. Понимаете? Но любой человек охренеет. Вот у меня возникает вопрос. А что за прикол? А зачем? Ну, сколько ты знаешь людей, у которых дерьмо лилось, которые они идут по городу? Обоснование гениальное. Я захочу в туалет. Отлично. Сейчас прямо куча людей хочет в туалет. И куча людей идут и гадят либо в кафе, либо в кусты, либо еще где-нибудь. Почему у них это дерьмо не льется, а у тебя польется? Мне кажется, интересно. Вы сами себе обосновали ту катастрофу, которая может быть с вами случиться. Понимаете? Это полный ахтунг вообще. Разве не факт, что после стресса сильного люди сходят с ума? Вот с таким долбоебизмом, Виктория, вы и живете. Это не факт, это не научно, потому что люди не сходят с ума от стресса, потому что сумасшествие или психоз – это генетическое заболевание головного, блядь, мозга. Либо вам надо проломить бошку, блядь, каким-нибудь кирпичом. Либо вас надо передозировать какими-то галлюциногенами. Вот и все. Поэтому, вот и не факт. А вы себе придумали, что стресс, от стресса я сойду с ума, и у меня от стресса… Вы сами себе это придумали. Вот и все. Понимаете? И вот я еще раз, и еще раз хочу вас вернуть к очень важному тезису. Вы сами себя убедили, что ситуация с мужем безвыходна. Вот сейчас все меня слушаем, это к внутренним конфликтам быстренько. Ребят, я почему от перфекционизма сейчас ушел? Потому что, если честно, вот если по чесноку, мне лучше, чтобы вы сейчас меня поняли, чем мы разоберем сегодня перфекционизм. Вот прямо честно. Вы сами себя убедили в том, что ваша ситуация с мужем безвыходна. Вы сами себя убедили, что у вас ситуация с девочкой безвыходна, с мальчиком безвыходна. Вы сами себя убедили в том, что у вас ничего не будет лучшего. Вы сами себя убедили в том, что это такой пипец. Понимаете, о чем я? Вы сами себя убедили в той проблеме, в которую считаете, что у вас сложности. Внутренний конфликт – это ваша собственная интерпретация события, а не какой-то действительно серьезный внутренний конфликт. Ну, например, я с одной стороны хочу развестись с мужем, потому что он долбоеб, а с другой стороны я не хочу, потому что если я с ним разведусь, я никому нахер не нужна. Какая тяжелая жизненная ситуация, ты подумай. Понимаете? Вы сами восприняли относиться к мужу, как к долбоебу. Это первое. Потому что не соответствует вашим ожиданиям. Второе. Вы сами себя убедили в том, что если вы с ним разведетесь, будет просто пиздец-пиздецкий. И вы сказали, «Блядь, как трудно жить. Ужасно. Не знаю, что делать». Но вы сами же так поняли ситуацию. И когда в кабинете психолога мы начинаем разбирать эту ситуацию, оказывается, что либо муж не такой уж и плохой, либо если вы расстанетесь не так уж, это ужасно. И вот так потихонечку-потихонечку клиенты начинают принимать решения. Потому что ваша психика с детства не была напитана примерами адекватных людей. Вот и все. Понимаете? Если бы ваша психика с детства была напитана примерами адекватных, здоровых, рациональных людей, господин Дарт Вейдер, то где-то в одной далекой галактике никогда бы не случилось, блядь. В мире есть. Почему? Вопрос просто в том, что это некоторая золотая середина. Если бы Дарт Вейдер воспитывался бы в мире достаточно рациональных мам и пап, достаточно рациональных воспитателей детского сада, достаточно рациональных учителей начальных классов, то Дарт Вейдер бы, блядь, здесь не оказался. Он бы чувствовал себя прекрасно. Но в данном случае он находится здесь. Потому что детство его было напитано совершенно другими людьми. Вот и все. А как взаимодействовать с такими... Да как угол! Как я взаимодействую, так и вам взаимодействую. Что проблема? Ладно, давайте все-таки к перфекционизму перейдем, а то мы не закончим никогда. А как взаимодействовать с такими... Как мы сами? Не думайте о том, как будут взаимодействовать люди с вами. Мило. Вот сейчас внимательно. Кстати, хороший тезис. Вот послушайте, подождите. Не думайте о том, как люди будут с вами взаимодействовать. Думайте о том, как вам стать лучше для самого себя. Как вам стать менее повреждающим для себя. И как вам стать полезным для окружающих. Еще раз. Думайте не о том, как люди будут с вами взаимодействовать. А думайте о том, как вам научиться себя не повреждать и приносить пользу окружающим. Вот тогда эти намерения будут очень важными, потому что благодаря таким намерениям вы увидите результат в вашей жизни. Я с вами взаимодействую не потому, что если вы послушаете, вы увидите, что я не хочу произвести на вас впечатление. Более того, на кого-то я могу производить даже негативное впечатление. Почему? Я транслирую вам очень важный навык, что вы должны думать прежде всего о том, как вам разобраться в себе. Это первое. И второе, как вам помочь окружающим, а не о том, что о вас подумают. Окей? Ну, Дарт Вейдера понесло в галактическую исповедь. Окей. Спасибо вам. Давайте, поехали дальше. Игорь Негода. Продолжение следует...